Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск «Радиоблога». Вначале я хотел бы напомнить о том, что на прошлой неделе в нашем ТВ-клубе «Континент» в интернет-газете было очень много материалов. И как-то так получилось, что даже записи более, чем мы, скажем так, запланировали изначально. Но на самом деле это хорошо, потому что чем больше мы предлагаем, тем больше у вас выбор, а можно всё и послушать тоже. Потому что у нас, как правило, выступают люди квалифицированные, интересные. И какие-то вещи, которые относятся к общепринятым, банальным и прочее, прочее, не сильно обсуждаются. Мы стараемся делать всё это неполиткорректно, остро. И так, чтобы что-то от этих эфиров вы получали, что-то выносили и задумались. Но это моя такая предварительная оценка того, что мы делаем, и некий анонс. А сегодня с одним из наших, я бы сказал, новых друзей, но уже хороших друзей, мы встречаемся теперь и на народной волне, и не первый раз. Это Григорий Амнель. То есть, перечислять долго, но это и режиссёр, и продюсер, и журналист, и писатель, и даже политик. Так, ну, политик, к счастью, экс, потому что к политикам отношение вы знаете какое, Гриш? Такое. Нет, я со словом экс не согласен, потому что политик, с моей точки зрения, ну, если человек не живёт по принципу, что политика – это грязное дело, но она рано или поздно, к сожалению, за всеми приходит, то человек должен быть политиком, чтобы разбираться. Я бы сказал, экс, вот почему, я продолжу. Потому что ты уже несколько лет вне России, и деятельностью политической, общественной ты продолжаешь таки заниматься, но уже, в общем-то, в большей степени как человек мира, я бы сказал, человек Запада, но не как человек российский. И, кстати говоря, первое, с чего бы я хотел с тобой начать этот разговор, во-первых, ну, мы встречаемся вот виртуально, но на американской земле сейчас ты находишься в Нью-Йорке, и, соответственно, у тебя была поездка в Вашингтон. И вот несколько слов мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, с какой целью ты приезжал, ну, хотя бы вкратце, с кем ты встречался, потому что, мне кажется, это интересно услышать, прежде чем мы перейдём, в общем-то, к дальнейшим нашим темам. Ну, ответ очень простой. Я приехал, конечно, в связи со всем тем, что происходит в Европе, в связи с тем, чьи флаги у меня за спиной. И все разговоры, все встречи так виноватся касаются Украины. Все интервью, все статьи, все передачи, которые записаны здесь, если пока я нахожусь в Соединённых Штатах Америки, только о том, что происходит в Украине, потому что сегодня там, безусловно, не российская, украинская война. Уже идёт Третья мировая война. И тот, кто этого не понимает, ну, видимо, страдает некоторой политической близорукостью. Я встречался и в Конгрессе, и, извиняюсь, с целым рядом дипломатов разных стран, ну, более десятка стран, как минимум, в нескольких посольствах я выступал и так далее. И каждый день практически начинается с передач или с статей, которые приходится писать. Потому что каждый день приносит нам и трагические, и страшные новости о том, что происходит в мире. Спасибо. Именно там происходит в мире. Я понял. Одно добавление. Я никогда не занимался внутренней политикой России, потому что, ну, в общем, не будучи русским человеком по крови, я всегда предпочитал заниматься международной политикой. Понятно. Ну, я детали не спрашиваю, потому что это, в общем-то, дело такое. Понятно, что если в центре внимания Украины какие-то вопросы, связанные в том числе с координацией тех или иных действий, которые, возможно, помогут этой стране в ее сражении с агрессором, то в любом случае любые, даже самые, казалось бы, минимальные действия обычных людей, не то что даже политиков, они всегда имеют смысл и цену, я бы сказал. Ну, смотри, вот недавно записывали, вот твоя была запись с нашей подругой, большим другом, подругой, как угодно, Леной Приговой, и вот там, говоря вот об этой войне, о Третьей мировой, ну, Лена выглядела, понятно, у нее состояние эмоциональное, сейчас очень она расстроена, естественно, и там даже не надо объяснять, кто следит за нашими эфирами, все без объяснений знает. Но ты выглядел еще мрачнее в своих каких-то предсказаниях. Это связано с тем, что ты все-таки предвидишь, что ситуация еще значительно может ухудшиться, чем она уже существует ныне. Ну, я бы не сказал, что я мрачный, я стараюсь выглядеть ни в коем случае не пессимистично и не мрачный, я стараюсь выглядеть реалистично, потому что политик должен прежде всего исходить из реализма. Россия уже три дня применяет новые, новейшие разработки ракет по городам, селам, территории Украины. Это ракеты, в которых небольшие, совсем небольшие, но двигатели ядерные, атомные двигатели. Таким образом, мы, в принципе, уже находимся в ситуации, ну, скажем так, первого шага ядерной войны. Человек, который угрожает миру каждый день нажатием красной кнопки, задней скорости, как и все те орущие орды в Лужниках, на Красной площади, в столицах многих регионов России, если не всех, в крупных городах, задней скорости не имеет. Поэтому так или иначе, мы должны осознавать и четко оценивать ситуацию, и понимать, в каком положении мы живем. И только исходя из этого, мы должны принимать свои решения, и мы должны в том числе влиять на политиков, которые могут принять решения в наших странах. Вот смотри, что сейчас получилось. Помимо того, что героически отстаивают, в общем-то, свою независимость вооруженные силы Украины, не всегда в равной борьбе, мы это понимаем, потому что даже то же оружие, которое реально может помочь в этой борьбе, получают с большим скрипом, мы знаем. Причины этого, как это происходит, ну, не будем повторяться, об этом много сказано и не только на наших эфирах. Но смотри, ситуация вообще-то и гуманитарно-катастрофическая. С одной стороны, несколько миллионов людей вынуждены были покинуть пределы Украины, и в основном они двинулись через западную границу. Ну, то есть, таких идиотов, которые бы двинулись на восток в сторону агрессора, ну, не так много, я так понимаю. Хотя там понятно, что в России достаточно количество украинцев работают, ну, это уже другая история. Те, кто работал, понятно, сейчас им тоже не позавидуешь. Так вот, вот эти несколько миллионов, они, по идее, должны создать некий фон и давление. Как ты думаешь? Вот на западное правительство, чтобы там не расслаблялись, чтобы вот какие-то фиктивные санкции не принимали, потому что удаление там России из Совета Европы, это не есть что-то там, выбивающее эту страну из колеи, у них случалось уже такое. Потом возвращение было. Не триумфальное, но тихое, спокойное. Понимаешь, о чем я? Ну, безусловно, волна беженцев, которая прежде всего захлестнула Польшу, Молдову, Литву, которая через эти три страны, так линище, захлестывает уже и более отдаленные от украинских границ, она производит очень большое впечатление. И говоря о Европе, так же, как чуть-чуть забегая назад на твой вопрос, Вашингтон или Нью-Йорк, или Филадельфия, или Трентон, или Принстон, или Бостон, достаточно часто, когда ты идешь по улицам, и ты едешь на машине, ты видишь, как линч, жовтеблокидный флаг. На дорогах тоже. В Пенсильвании, в более провинциально удаленной, это встречается крайне редко. Такова сущность сегодняшней Америки и сущность Европы. Те страны, которые уже подверглись и видят своими глазами ежедневно эту достаточно страшную картину. Нет не массы горевших или раненых людей, но массы людей, которые с небольшой сумочкой, рюкзачком там с чем-то вынуждены были покинуть свой дом, спасаясь от неминуемой или возможной либо гибели, либо постановки на колени, это страшная картина. Я тебя чуть-чуть поправлю. Из Совета Европы Россия сама заявила, что она выходит так же, как сегодня в государственную, ну, вчера по российскому времени, в Российскую Государственную Думу уже внесен закон о том, что Россия разрывает отношения с ВТО и выходит из Всемирной торговой организации. Россия же именно шаг за шагом идет по дороге к полному разрушению своих отношений с миром. То, что некоторые, в том числе и телезрители, радиослушатели Шворадио могли наблюдать по каким-нибудь там спутникам, каналам, интернетам и все прочее на днях, в Лужниках и в других столицах и регионах России это можно сравнить, пожалуй, только с картинками середины 60-х, точнее, 66-67-го года культурной революции в Китае. Это даже ни в коем случае, с моей точки зрения, не сравнимо с парадами и митингами с участием Гитлер-Югента или чернорубашки в Италии. Дикая, отзревшая от крови, от псевдопонимания своего величия, не обращающая внимание на то, что исчезает бумага, я уж про все остальное не говорю, исчезают лекарства, соответственно, будут умирать больные, в том числе и в России, раньше. Я, ну, об этом даже как-то не хочется говорить на фоне всех тех страшных разрушений выжженной земли, тактики выжженной земли, которую проводит российская армия в Украине. Ты совершенно правильно сказал, что украинская армия, СБУ, но не только она, но именно украинское население в самом широких слоях оказывает абсолютно героическое, беспрецедентное сопротивление врагу. И на земле это действительно очень действенно. И Россия заплатила уже огромную цену и заплатит еще за продвижение на каждом сантиметре, на каждом миллиметре украинской территории. Но, к сожалению, в воздухе, до тех пор, пока западное сообщество не примет решение закрыть небо над Украиной, Украина с трудом, а можно сказать и практически, почти не может сопротивляться преимуществу ВКС. Даже передача бывших советских самолетов, Мигов и Сушек, которые находятся на вооружении ряда стран НАТО, которые были раньше странами Варшавского договора, эту ситуацию не изменят. В Украине должны быть патриоты, в Украине должны быть F-16, миражи и так далее, и так далее. Только это может действительно изменить общую стратегическо-военную ситуацию на украинском фронте действия. Чем позже западное сообщество придет к этой ситуации, тем больше придется потом восстанавливать в Украине. Но восстанавливать это придется всем, это очевидно, и тем большую цену заплатит не только Украина, не только украинский народ, граждане Украины, независимо от их национальности или конфессиональной принадлежности. Мир заплатит большую ситуацию. И если говорить о мире, который должен наступить после этого, то с моей точки зрения это может быть только один мир. Это парад на Красной площади. А чей это парад будет, зависит от всех нас. И если это будет парад не наш, а наших врагов, то значит мы все будем либо мертвы, либо наши дети и внуки будут стоять на коленях. Да, Гриша, я в общем-то разделяю пафос твоих материалов и того, что ты рассказывал в упомянутом уже интервью с Леной. И в тех статьях, которые у нас в континенте печатались, я думаю, что опять же апеллирую к нашим постоянным слушателям, читателям, они не пропустили твои материалы, они обращают на себя внимание и глубиной анализа и, соответственно, постановкой вопроса, когда без вот этих, особенно сейчас, какие сейчас полутона, есть или черная, или белая. А ты очень интересную вещь там подметил, на которую не всегда публицисты обращают внимание, то есть идут за текущими вопросами, но идеологическую сторону оставляют где-то на будущий разбор, потому что важно сообщить что-то горячее, что-то происходящее, какие-то показать, ужасы, смерти и прочее. Ну, понятно. Но ты обратил внимание на... И поставил вопрос так. Или нормальная Россия, или великая Россия. Вот этот тезис раскрой, пожалуйста, еще раз, потому что, может быть, кто-то это еще не прочел и, возможно, это очень объясняет многие вещи, которые происходят сейчас. Россия, безусловно, внесла большой вклад в развитие человечества, как, впрочем, и абсолютно любая другая страна и любой другой нации. Проблема заключается в том, что Россия сочинила и сочиняет много столетий свою историю. Практически под каждого государя-императора российского или царя переписывалась история. А уж то, что происходит после превращения Российской империи в СССР, это сплошная фальсификация истории. Наиболее фальсифицированным событием, может быть, даже можем назвать ту самую Вторую мировую войну, которую в России почему-то, опять же, с точки зрения фальсификации, было принято называть другим сокращенным названием. Это привело к тому, что у очень многого, большого количества населения Российской Федерации, у подавляющего, есть некий фантом величия, который имеет под собой только территорию страны, неважно, Российской империи или Советского Союза, и то, и то, в любом случае было самым большим в мире. Да, Российская Федерация сегодня самая крупная страна мира. Но давайте сравнивать не километры, а, что называется, жизнь людей. Если мы сравниваем ВВП, то Россия оказывается очень низкой. Если мы сравниваем очень многие показатели, она оказывается очень низкой. И беда России заключается в том, что, боряясь за это величие, она планомерно сама своими собственными руками уничтожает себя. Сегодняшние российские идеологи очень любят говорить, что Россия всегда подвергалась атакам, агрессии других народов. Ну, в общем, это достаточно обычная ситуация вообще в развитии человечества. Назовите мне другую страну, которая, подвергаясь постоянно всю свою историю агрессии сопредельных территорий соседних стран, все время расширяет свои границы. Ничего подобного нет и быть не может. А это значит, что посыл о том, что все хотят подать на Россию абсолютно ложный. Давайте рассмотрим ситуацию, связанную с НАТО, на агрессию или подготовку агрессии, к которой сегодня ссылаются кремлевские пропагандисты и кремлевские политики. НАТО ни одной войны не начинало. Даже их ссылки на то, что была бомбардировка Белграда, была не атакой, а защитой геноцида, развязанного, очень похожей на современную российскую кремлевскую клику Клика Милошевича и заявление о Великой Сербии. Объединение Югославии в Единое Королевство Сербов и Хорватов строилось совершенно по-другому. Соферой Юн, Социалистическая Федеративная Республика Югославии во главе с Иосифом Брустита строилось по-другому. Как только Милошевич заявил, что свиньи всех равнее, памятуя Оруэлла, как только это происходит и в Российской Федерации, когда заявляется не нация, да, национальной политики в Российской Федерации сегодня нет, но что Россия имеет право на управление мира, то есть на однополярный мир, но не американский, о котором они так любят кричать, а на российский, что ностальгия существует не по названию СССР и не по красному флагу, а по тому заявлению, которое было сказано еще императором Александром Вторым, что когда русский царь ловит рыбу, Европа мир подождет. Вот та технология, которая стоит внутри России. Большинство людей сегодня, ну, когда-то Жерар Филипп, побывав в России на гастролях, устроил потом выставку женского бельяна, который хатал весь Париж и весь мир, издевался и после этого его осуждали. Примерно то же самое делал и в Монтан Симоне Синьяре, потому что то, как жили советские люди, страны, так называемые победительницы, не шло даже в сравнение с тем, как жили немцы оккупированные, реально разорванные на несколько частей стране. Как жили японцы после ядерной бомбардировки, как жили итальянцы, у которых тоже был свергнут очень им нравившийся до определенного времени фашизм Бенита Муссолим. Многие россияне, что называется, да и сегодняшние правители России в детстве слаще репы ничего не ел. А эти люди диктуют миру вкусовую гамму. эти миры, эти люди, культура которых зарождалась в подворотне, пытаются объяснить что-то и представить человечеству, которое воспитано на римской, греческой и прочих культурах, это чудовищно. Не величие, а нормальность. С моей точки зрения, есть только одно государство, которое имеет право, и, кстати, в его названии написано слово «великое». Это великое герцогство люксембуржское. Но это не пустые слова, а уровень жизни в Люксембурге значительно выше большинства стран Европы, которые во много превосходят его территорию. ВВП на душу населения в Люксембурге выше. Вот оно маленькое государство, оно великое. А Россия это постоянный действительно колосс на глинных ногах, только она не только себя рушит эти ноги, накрывает осколками, но она накрывает осколками весь остальной мир. И этому свидетелями мы сегодня являемся. Гриш, спасибо. Мы на несколько минут уйдем на рекламу и вернемся. Если будут какие-то вопросы к тебе, то мы с удовольствием примем их. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжая нашу программу, напомню, в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, 847-400-5200. Игорь. Да. Ну, хорошо, мы продолжаем. Я напомню, что сегодня с нами в эфире Григорий Амнуэль и мы естественно ведем разговор о том, что происходит сейчас за океаном, а именно в Европе, а еще точнее в Украине, где идет война. Но война, как говорит Григорий, не просто между Россией, агрессором и Украиной сопротивляющейся, а третья мировая. Вообще, это звучит зловеще, конечно, когда слово третья мировая, для некоторых людей все-таки понимания такого нет. Почему? Потому что снаряды рвутся исключительно пока, как ты понимаешь, на территории Украины. И вот пока вот так, то, видимо, ощущение, вот то, что его нет. Вот, скажем, моя сестра, которая из Киева с великими трудами до дочки добралась, которая живет в Лондоне, она рассказывала, что дети, пережившие уже вот этот момент войны, когда слышат, проезжает скорая помощь или что-то в этом роде. Идет сирена, они бабушка говорит, а мы куда-то должны пойти в погреб, ну, условно говоря, погреб, подвал, куда-то прятаться. Понимаешь? А вот, в принципе, еще хуже, когда летит самолет. Еще хуже, когда летит самолет. Хорошо, у нас есть звонок, мы попробуем принять, а потом вернемся и к этому вопросу. Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваш гость, из Украины или из России? Вот, пожалуйста, Григорий, откуда вас пришли? Это первое, только с начала, я хотела бы просто знать, откуда вы. Я родился в Москве. А сейчас? Но мои родители не русские. А сейчас откуда приехали? Вы в Америке живете? Нет, я не живу в Америке, я живу в Европе. Ага, ну понятно, то есть, как бы вы особое отношение к этим странам не имеете, но может быть вы все-таки знаете, если вы живете в Европе, почему с таким скрипом выделяется Украине в оружии. Прямо такое впечатление, что они хотят, чтобы погибло как можно больше людей. Вот у меня такое впечатление, к сожалению, осталось. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Гриш, пожалуйста. Вы правы. Абсолютно в вашем выводе, который вы делаете. К сожалению, кремлевская пропаганда и кремлевские пропагандисты в чем-то оказываются правы, когда они говорят, что за 75 лет, прошедших с 45-го года, Европа так привыкла к благостному лежанию на диване, что пошевелиться с него она не хочет, что европейцы так дорожат своим сытостью, не только европейцы, а американцы тоже, канадцы и так далее. То есть, ну, мир так дорожит своей вот этой вот мирной сытостью, что он не хочет обращать на это внимание. и он ни в коем случае не хочет, чтобы война перешла действительно как бы к их дому. Но я хочу напомнить для сравнения, что в 39-м году, в сентябре, все то, что мы сейчас видим, происходило на территории тоже только одного государства, это была Польша. Однако, почему-то мы отмечаем в истории начало Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года. Ни Перхарбола, ни бомбардировок Лондона, ни захвата Парижа 1 сентября 1939 года не существует. И они не существуют даже к концу сентября 1939 года. Они не существуют с 17 сентября, когда Советский Союз вероломно вторгается на территорию Польши. Поэтому то, что я называю сейчас уже войну 1939, сравниваю войну 1939 года с тем, что происходит сегодня, это просто аналогия, которая мне напрашивается. А Украина и Россия для меня не чужие страны, не только потому, что у меня очень много знакомых, не только потому, что я много десятилетий прожил в России и не раз бывал в Украине, у меня много друзей в Украине, не только потому, что я бывал и во время померанчивого Майдана, и во время Майдана незалежности, не поэтому. По одной простой старой истине, чужого горя не бывает. А если горе чужое для вас, то, видимо, у вас что-то не вполне нормально с человечностью. Гриш, у нас есть еще звонки, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Вы знаете, что меня тревожит? Вот вчера я редко выдерживаю, но тут пять минут выдержал, посмотрел Соловьева и выступления Михеева. Они уже в открытую говорят, Калининград, что, не пускай из Калининграда визы там в Россию, ну, сделаем сухопутный переход, нам это что? Мы это спокойно, как вот сейчас сделаем, Мариуполь, Одесса. Франция арестовала какие-то деньги наши. О, господи, ну, мы же решаем это буквально нажатием кнопки. Эти ребята, я не знаю, это уже пропаганда, это разрешается говорить на каналах центральных России. Они очень опасны, эти ребята. Если сейчас не принять меры, это будет хуже, чем Гитлер. Это касается всех, в том числе жителей Америки, которые возмущаются Украиной, националистами какими-то и призывают Путина покончить с Украиной. Окей. Гриша, Спасибо за звонок. Я могу комментировать очень коротко, поскольку я знаю персонажей лично, которых вы назвали, связав свою судьбу с путинским государством и с путинской идеологией, когда сила решает все, с подворотно-бандитской философии, они давно уже обратной дороги не имеют. Задней скорости у этой машины нету, поэтому она будет нестись куда угодно вперед. И я уже говорил, в том случае, если Украина не выстоит, если мир предаст Украину, не окажет той помощи не только санкциями, не только гуманитарной помощью, не только спасением беженцев и всего прочего, а военной, причем полноценной военной помощью, то дальше будет Молдова, которая с Приднестровьем, где до сих пор стоит российская армия, и где тоже розданные российские паспорта, сможет выстоять максимум неделю, скорее всего меньше. А дальше будет, можно Балтику смотреть, а можно смотреть и Польшу, которая уже на сегодня имеет 3 миллиона беженцев, и безусловно примет остатки СБУ и героических украинских сопротивленцев, которые выйдут на территорию Польши с оружием, в руках. Их пропустит польская граница, безусловно. И вы что думаете, что Россия остановится при гигантской границе, которую имеет Польша с Белоруссией и Россией, если Россия захватывает Украину? Да нет, она однозначно перекурит максимум и пойдет дальше. Именно поэтому я говорю о Третьей мировой войне, а не о чем другом. Спасибо, Гриш. У нас звонки еще, Сереж? Да, добрый день, пожалуйста. Добрый день. Вот вы сейчас говорили несколько минут назад о том, что параллель с 1939 годом, безусловно, как бы классический такой пример. Но я бы сказала, что это дело не только в 1939 годе и не только это параллель. Израиль, который на протяжении всей своей истории имел столько войн, и кто за него заступался? Кто ему помогал? Надо сказать, что и Украина тоже всегда голосовала вместе с антисемитами в ООН и никогда-никогда его не поддерживала. И все остальные тоже. Так вот, я бы привела такую параллель. Если бы в свое время за Израиль бы заступились и за Израиль бы помогли как маленькому государству, на который нападали всегда страны, множество армий мусульманских стран, или по крайней мере страны эти стояли за такими организациями террористическими, как ХАМАС и все остальное, то и ситуации с Киевом и с Украиной бы сейчас такого не было. Поэтому сейчас вот короче говоря, я думаю, что вот это вот предательство постоянное евреев, все забывают, что сначала первые жертвы евреи, а потом все остальные. Так было всегда, всю историю нашу. Поэтому как бы Украина сейчас защищает Европу, а Израиль в свое время защищал всю цивилизацию. Сережа, выключай к чертовой матери. Ну, не скажи так. Я готов ответить, я готов ответить уважаемый давайте мы договоримся. Долго никто не говорит здесь, кроме нашего гостя. Вот хотите сделать комментарий? 20 секунд вам я даю. Нет? Я не беру звонки. Все, договорились. Пошли дальше. Значит, которая звонила, это достаточно, к сожалению, распространенная ситуация. Ну, во-первых, она почему-то забыла назвать Советский Союз, без которого ни одной арабской агрессии не было бы. Во-вторых, она забыла, что большую часть населения Израиля, героически действительно сопротивляющаяся и сопротивляющаяся агрессии некоторых, иногда всех, иногда некоторых соседей, и борющаяся в том числе с терроризмом палестинских формирований Хамас и Хазбалла, которые не признаны террористическими в Российской Федерации, замечен между строк, во многом сформированы в том числе гражданами, уехавшими с Украины и уехавшими в том числе из России, да и из других регионов Российского, Советского Союза. Так что сказать, что Украина для вас чужое, ну, как вам сказать, это все равно, что вы отрезаете все свое прошлое. Украина это ваша часть. Россия и все, что происходит в России, это ваша часть. Потому что вы родом оттуда. Вы не родом из Древнего Египта, как бы вам этого не хотелось. Поэтому еще раз повторюсь, мы, конечно, можем говорить о том, с чего начинается уничтожение человечества, с чего начинается уничтожение человеческого человека. И вы правы, антисемитизм наиболее характерная ситуация в данном случае. Но сказать, что меня не волнует боль 15 народов, которые были репрессированы в течение Второй мировой войны в Советском Союзе, сказать, что меня не интересует роль судьба цыганского народа в нацистской Германии, и сказать, что меня интересует только история моего народа, это значит помочь тому, кто уничтожает и ваш народ тоже. Ну, тут несомненно, кстати, есть, сейчас очень большая идет дискуссия на сей счет, ну, ладно, мы сейчас примем звонок, а потом уже о дискуссии. Я уже не говорю о том, что Украина всегда была броской, это неправда. Да, естественно. Добрый день, слушаем. Алло, вы знаете, во-первых, конечно, меня волнует судьба украинцев, евреи всегда волновали всех, кто жил на этой земле, поэтому меня не только волнует, я послала в свое время, ну, в самом начале еще войны этой, донейшн, трехзначная, поэтому говорить, что те, которые говорят, вспоминают еще и о своей нации, это те, которые не интересуют, которых не интересует ничего, это просто, ну, как вам сказать, не хочу даже называть, как это называется. Ну, ладно, на этом я заканчиваю. Спасибо. Ну, вот то, что вы помогли, это очень хорошо. Слушайте то, что я говорю, пожалуйста, до конца, а не вырывайте из контекста. Да, тут не в этом дело, идет, на самом деле, понятные претензии, существуют. Трение есть всегда, они, особенно, если в историю зайти, это понятно, но только есть один момент, вот все, что касается исторического прошлого, оно тяжелое, оно неприятное, оно действительно вызывает боль и все остальное, но в данный момент это не первично. Вот с тем, что было в истории, наверное, с годами все больше и больше в спокойной обстановке все это можно разобрать и решить, и действительно осудить тех, кто того заслуживает и наоборот благодарит лишний раз тех, кто в то время вел себя как человек. Но сейчас на повестке дня другой вопрос, вот что я могу сказать. Я одно только добавлю для уважаемой слушательницы, что сегодня, вот может быть, как раз в тот момент, когда она звонит, на полях Украины умирают рядом, гибнут под российскими снарядами или ракетами, украинец и еврей, грузин и чеченец, итальянец, может быть, немец и так далее. Вы хотите только одного вычленить или все-таки они сражаются, еще раз повторю, за свою и за нашу общую и свободу, и жизнь? Гриш, спасибо. У нас звонки. Добрый день. Добрый день. Я очень коротко, честно говоря, возмущен этой женщиной. Она подставила Израиль по полной. Это в то время, когда работает бригада израильской скорой помощи с их машинами бронированы. Когда в интернациональном батальоне сражаются израилетяне, эта женщина говорит, Украина выступала там в ООН. Да какое это имеет значение к нынешнему ситуации? Это просто позор. Спасибо за спасибо вам. Вы человек. Вот. Да, действительно, в то время, вот сейчас, мы говорили уже о формировании, можно сказать, новой украинской нации, потому что действительно, она вот на фоне вот этого всего несчастья, она теперь будет вмещать в себя многие этносы, многие национальности, неважно от религии и так далее, потому что совершенно ты правильно заметил, что защищают свои города, свою страну люди абсолютно разных национальностей. И самое, что надо обратить внимание, это важно, крайне важно, что там русские защищают те же города, этнические русские, они стоят. и вот этот вопрос братства, о котором, конечно, можно отдельно порассуждать, ты много пишешь на эту тему, ну, то есть, всегда мифы существовали о том, что нет, вот есть единый народ, а все это украинцы, белорусы, это так, что-то такое от этого единого. Так вот, теперь стало очевидно все, что касается вот этого единого народа. Что ты можешь сказать на эту тему? Ну, я уже говорил несколько раз, с моей точки зрения, когда все это закончится и Бог даст, пройдет человеческий мировой парад на Красной площади и прекратится вот это вот величие победобесия, то я даже готов принять ситуацию, что Путину будет поставлен памятник, на котором будет написано разрушителю русского мира и славянского братства. Да, мы как раз это обсуждали, было дело, я помню. Ну, не знаю, какие памятники вообще... Ну, проект, я делать не буду, а главное быть человеком. Вот тот звонок, который был от мужчины, это показывает, что люди сохраняют свою человечность, и за это ему огромное низкое спасибо. это очень важно в сегодняшней обстановке. Ну, несомненно. И относительно русского мира, когда я улетал еще из Польши, то на всех перронах, вокзалах, аэропорте Варшавы, да, в общем, все окружающие вокруг меня говорили по-русски, и сейчас русский язык, им наполнено Европой, пожалуй, даже намного больше, чем все предыдущие годы, потому что бежит восток и юго-восток Украины прежде всего беженцы, и это в принципе русскоязычное, или в крайнем случае так называемый суржик, по-правду украинской мовы вы там не услышите практически. То есть именно продолжение гражданской войны, развязанной большевиками более чем сто лет назад. Россияне уничтожают россиян, простите, евреи уничтожают евреев, украинцы, а с той стороны тоже, к сожалению, есть украинцы. Конечно. Уничтожают украинцев. Вот что мы сегодня имеем. Именно поэтому это мировая война. Да, я с тобой здесь согласен. что происходит в Нью-Йорке или в Берлине, где половина выходит, ну не половина, а какая-то часть купленных трусов, я не знаю, одурманенных людей выходит с поддержкой России. Это тоже есть, и это рядом с вами, здесь. Вообще сейчас вот люди, которые даже свои аватарки делают в соцсетях с флагом российским, я только бы мог сказать, что, как говорится, ваше дело, но если вы рядом вы поставили фотографию перечеркнутого Путина, тогда вот эта аватарка имеет, ну, определенный смысл и понятное значение, но когда это просто стоит поддержка вот этого, ну, скажем, вот этой агрессии, поддержка, причем вполне такая, материализованная подписями, всевозможным вот этим письем, да, то тогда, господа, не обижайтесь, что вам придет ответ, как говорится. и, кстати, вот ты очень правильно заметил, и вот последняя буквально минута осталась, скажи, пожалуйста, вот неужели в Европе, как кричит российская пропаганда, уже нельзя по-русски слово сказать, и все тут же с дубиной бегут и метелят? Это полное вранье, то есть, ну, как бы идиоты есть всегда и везде, для этого даже войны не нужно, а я всегда повторял, важно не то, на каком языке вы говорите, важно, что вы говорите. На любом языке можно сказать полное дерьмо, а можно сказать святые слова. Плохих языков нет, не бывает. Бывают плохие слова, которые выходят из плохих глоток. Ну, я думаю, что сегодня было много наоборот слов, пусть даже печальных и не всегда оптимистичных, но тем не менее вера наша не кончается в то, что в данном случае справедливость восторжествует. И я тебя благодарю за твою деятельность, за неравнодушие и за то, что ты с нами уже регулярно в ТВ-клубе, на народной волне. Ждем тебя всегда и всего тебе доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова